Повод для усиления экономических санкций как США используют тему ядерного оружия для давления на Иран 28 мая 2019-18-25 Александр Карпов, Алена Медведева, Анастасия Агеева Тегеран не стремится к обладанию ядерным оружием, сообщил министр иностранных дел Иранома Хамадзариев Это заявление прозвучало после слов Дональда Трампа о том, что США не добиваются смены режима в Исламской Республике, а хотят предотвратить появление у страны ядерного арсенала Эксперты считают, что Иран стремится продемонстрировать мирный характер своей внешней политики и противопоставить его агрессивным действиям Соединенных Штатов в регионе Между тем Вашингтон продолжает поддерживать миф о ядерных амбициях Тегерана, чтобы не ослаблять экономическое давление на государство Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, заявил 28 мая глава МИД страны Мохаммад Джавадзариев Айтала Аль-Хаминей давно сказал, что мы не заинтересованы в ядерном оружии И сдав указ, запрещающий его, указал министр в своем Twitter Это заявление внешнеполитического ведомства Исламской Республики прозвучало после слов американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране, но при этом хотят предотвратить появление у Тегерана оружия массового поражения Мы не стремимся к смене режима, мы стремимся к нераспространению ядерного оружия, сказал Трамп в Токии в ходе совместной пресс-конференции с японским премьером Абэ Синдзо 27 мая Также глава Белого дома отметил, что Вашингтон готов к переговорам с Ираном, если Тегеран выступит с подобным предложением Миролюбивая позиция В разговоре с РТ, руководитель Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Гумер Исаев отметил, что Иран сейчас стремится продемонстрировать миролюбивый характер своей региональной политики и противопоставить ее агрессивной риторике Соединенных Штатов Иранская сторона, видя, как американцы наращивают военное присутствие в регионе и обостряют ситуацию, устами своих умеренных представителей истеблишмента в лице президента и министра иностранных дел пытается успокоить мировое сообщество Заявляя, что они не стремятся к обострению ситуации, пояснил Исаев При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, комментируя слова Трампа, отметил, что после того, как США вышли из ядерной сделки с Ираном, никакие заявления Белого дома о готовности к переговорам уже не имеют значения За несколько дней до выступления в Японии Трамп сообщил, что в связи с обострением отношений с Ираном на Ближний Восток будет отправлен дополнительный контингент американских военных численностью 1,5 тысячи человек Глава МИД Ирана Зариф, комментируя это решение, заявил, что США выдвигают необоснованные обвинения против Ирана для того, чтобы оправдать свою агрессивную политику в отношении Тегерана По его словам, увеличение контингента США усилит напряженность в регионе Персидского залива Эти действия также представляют угрозу глобальному миру и стабильности, отметил он Также администрация Трампа приняла решение поставить вооружение на 8 миллиардов долларов региональным противникам Ирана, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратом и Орданией Причем Белый дом хочет провести сделку в обход Конгресса США Посредством этих поставок будет оказана поддержка нашим союзникам, укреплена стабильность на Ближнем Востоке, а также предоставлена помощь этим странам в сдерживании и самообороне перед лицом Исламской Республики Иран, говорилось в официальном заявлении главы Газдепа Майка Помпео Переговоры о без сделки Напомним, ядерная сделка, совместный всеобъемлющий план действий, СВДП, была заключена в 2015 году Ираном из США при участии России, Китая, Германии, Франции и Великобритании Согласно ее условиям Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерной сделки, так как, по мнению Вашингтона, Тегеран якобы нарушал ее условия Эффект присутствия, Трамп рассказал об увеличении военного контингента США на Ближнем Востоке И США направят на Ближний Восток дополнительный контингент, около 1,5 тысяч человек, заявил глава Белого дома Дональд Трамп В. Вскоре после выхода США из соглашения администрация Трампа возобновила действия санкций против Ирана и ввела новые Несмотря на действия Вашингтона, европейские участники ядерной сделки продолжают соблюдать ее условия и пытаются сохранить экономические отношения с Тегераном Для этого Францией, Великобритании и ФРГ был создан механизм, Инстекс, который позволяет вести торговлю с Ираном в обход американских санкций После того как США ввели новые меры против металлургического сектора Исламской Республики, глава иранской дипломатии Зариф заявил Что такой политике Вашингтона должно противостоять все мировое сообщество Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении Приводят его слова информационные агентства Исламской Республики Иран Власти Ирана понимают, что все соглашения США трактуют исключительно в свою пользу и в любой момент могут их нарушить, напомнил Владимир Брутер Поэтому какой смысл заключать соглашения с теми, кто в одностороннем порядке из него выходит и требует дополнительных уступок, подчеркнул эксперт Санкционное давление За несколько дней до сделанных в Японии заявлений Трампа 23 мая президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что его страна не сдаться, даже если подвергнется бомбардировкам В свою очередь, Мохаммад Зариф отметил, что Тегеран сядет за стол переговоров с Вашингтоном только после того, как американская сторона прекратит экономическое давление на Иран Также по теме Перебирает инструменты давления, что стоит за резкими заявлениями Трампа в адрес Ирана, КНР и России Дональд Трамп дал интервью телеканалу Fox News В котором рассказал, что санкционировал в прошлом году кибератаку на российские США ведут экономическую войну против Ирана Это нужно остановить Экономическая война нацелена на иранский народ И этому нужно положить конец У США нет ни юридического, ни морального, ни политического международного основания вести экономическую войну с Ираном Приводит его слова телеканал CNN Зариф также отметил, что его страна не заинтересована в противостоянии, но готова защищаться и не будет вести переговоры по принуждению Нельзя угрожать иранцу и ожидать от него какого-то взаимодействия Это нужно делать с уважением, а не посредством угроз, добавил министр По мнению Владимира Брутера, Вашингтон на самом деле не готов к конструктивному диалогу и планирует и дальше усиливать санкционное давление на Тегеран в надежде на дестабилизацию ситуации в стране США хотят добиться хаоса внутри республики В таком случае они покажут всем, что происходит с теми, кто не соглашается с ними, отметил эксперт в разговоре с RT Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова